Бывшие материалы, которые разработаны были в Советском Союзе, они четко отработаны многими годами и они четко разделены. Бывает, допустим, можно начинать с 6-5 лет, но это группа не хоккейная, это группа общего развития, доступная в основном направленность на подвижность, умение реагировать на определенные команды, будем говорить общее развитие в игровых видах спорта. То есть с детьми нужно играть, играть во все игры, как можно, в подвижные игры, это основное. После 9-10 лет они уже должны специализироваться. Нужно дать возможность ребенку в подвижных играх развиваться, чтобы он ориентировался, где-то умел держать дистанцию, получать совместные команды, с которыми он играет. И не надо ни в коем случае давить его инициативу. И не должна быть одна команда. Возрастная группа, она постоянно должна мигрировать. И нужно давать играть всем возрастам. И дети обычно там два года бывают смешанными. Одного сегодня более слабую команду поставят, другого более сильную команду. Но это не должно быть давить на психику детей. У нас и в вузах не стало преподавателей, которые бы могли донести до молодого поколения студентов именно значимость той проблемы, педагогической проблемы, кому доверяются дети. А отсюда мы и теряем многого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова